Ребята, ребята, я вас приветствую. Теперь уже не из Фетия, там я был вчера. Сегодня приехал я на денек в прекрасное место Олю Денис. Даже вот не хочется собой прекрасный пляж загораживать. Дайте-ка я вам лучше покажу, какая шикарная открывается панорама. Вот такое море. Море достаточно прохладное, потому что сейчас март, пока еще купаться рано. Ну конечно, если есть у меня на канале профессиональные моржи. Моржам, я думаю, очень понравится. Да, ребята, немного решил поменять точку, ну и все-таки подальше от боя, чтобы у прибоя не сильно убежался в наш эфир. И мысль дня, рассуждение дня сегодняшнего. У меня сегодняшний день проходит под знаком такого неидеального. Я сюда приехал на обычном автобусе, это не был какой-то индивидуальный трансфер. Температура воды тоже не идеальная, только моржи, наверное, могут себе позволить здесь искупаться и не простудиться. Но у нас всегда есть опция, хотим ли мы сосредоточиться на каких-то минусах, на каких-то недостатках, или все-таки лучше обратить внимание на плюсы. Да, казалось бы, не сезон, зато мало народу. Зато тут приятно находиться, не такие высокие цены. Ну и в целом, вот такая приятная атмосфера. Побуду здесь еще, наверное, пару часов. И обратно в Фетия, потом предстоит еще одно путешествие в Анталию, и затем уже в Кемер. Да, ребята, посидел я в одном из вот кафе, который примерно вот так выглядит. Выпил чашечку кофе. Даже две чашечки для мужчины. Обычно хватает одной, но почему-то именно сегодня захотелось выпить две чашечки кофе. И о чем я говорил? Да, слово «дня», ключевое слово «дня» – это не идеально. Вот именно не быть перфекционистом, то есть не давить на себя любимого. Да, вот какие-то события развиваются в жизни. Возможно, есть какие-то проекты. Возможно, какие-то проекты в силу тех или иных причин сорвались в самый последний момент. Либо не выстрелили. Вот именно разрешить вот эту неидеальность и не принимать все это лично на свой счет. Вот уметь не реагировать на такие вещи. Если вы занимаетесь какими-то инвестициями, ну, очень много, там, не знаю, сервисов в интернете, да, что было бы, если бы вложить круглую сумму в акции Apple или Microsoft лет 10 тому назад? Ну, конечно, результат был бы впечатляющим. Это как анекдот есть на эту тему, да? Жил бы… А, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Скажите, пожалуйста, а где вы живете? В Сочи. Так что мы не знаем, что будет. И что у нас есть, ребята, да? Есть только вот этот момент, вот именно находиться прямо вот в этом моменте и получать удовольствие, стараться быть счастливым, насколько, настолько, насколько это возможно. Жизнь прекрасна. Всем огромный привет из Олю Дениза и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока, друзья.